Тема сегодняшней лекции это особенности тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. Мы с вами остановимся на основных задачах терапии тяжелой черепно-мозговой травмы у детей, мониторинги при этом, интенсивной терапии, хирургическому лечению и сделаем соответствующее заключение. В 2007 году было заявлено, что за последние 30 лет смертность при тяжелой черепно-мозговой травме шкала Кома-Глазга от 3 до 8 баллов снизилась с 50 до 20%. 25% это имеется в виду как взрослые, так и дети. Кома же эпидемиология черепно-мозговой травмы у детей? Европейские данные говорят о том, что тяжелая черепно-мозговая травма – это 7%, и при этом летальность составляет 40%, а инвалидность – 100%. Средние тяжелые, существенно ниже смертность, но инвалидность остается очень высокой. При умеренной черепно-мозговой травме – это 85% всех поступивших детей, все равно инвалидность остается 10%, то есть каждый десятый ребенок становится инвалидом. По данным Соединенных Штатов Америки, данные 2006 года, в год черепная травма наблюдается почти у полумиллиона детей в возрасте от 0 до 14 лет. Данные, европейские данные говорят о том, что травма является ведущей причиной смерти у детей после года. Из них черепно-мозговая травма – это причина смерти у более 50 травмирных детей. При этом данные Всемирной Организации 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 отмечают, что к 2020 году смертность и инвалидность при тяжелой черепно-мозговой травме у детей будет выше, чем многих других заболеваний. При сравнении смертности в развитых странах, в различных, у детей отметено, что в среднем, по международным данным, это 12%. Данные колеблются от 7% в Швеции до 13,6%. Это при всех тяжелых травмах у детей. В Великобритании данные колеблются. И мы сейчас на этом остановимся. В частности, данные по более 2,5 тысяч случаев тяжелой черепно-мозговой травмы в Англии и Уэльсе, из которых 85% находилось на искусственной вентиляции легких, у 34%, то есть у третьих пациентов, проводился мониторинг внутричерепного давления, и разница в летании худших и лучших составляет очень существенная. Более 10%, 8,1% в лучших учреждениях и 18,8% в худших учреждениях. С чем это связано? Вот, в частности, данные из Соединенных Штатов Америки в травмоцентрах Пенсильвании. Смертность детей была ниже в детских травмоцентрах, 11,9%, и в взрослых центрах первого уровня, 12,4%, чем во взрослых травмоцентрах второго и третьего уровня. Смотрите, какие данные различны. 21,6%. При выписке наилучший функциональный выход в детских травмоцентрах был в сравнении с взрослыми первого-третьего уровней. Другие данные демонстрируют, что почти 80 тысяч детей повреждений в среднем возрасте 12,2% и это ЭСС, это шкала оценки тяжести травмы, 89 получали помощь во взрослых госпиталях. При этом госпитальная смертность и длительность пребывания в госпитале значимо выше во взрослых госпиталях. Очень высокая разница. Для детей 0,10 лет и тяжелой травмой и членовомозговой травмой смертность в детских госпиталях была 6,4%, в то время как во взрослых 11,5%. Большинство детей в другой работе подчеркивается, что лечатся во взрослых учреждениях. Если дети получают терапию в детских госпиталях, то исходы значительно лучше. Дети, получающие лечение в травмоцентрах, имеют лучшие результаты, чем во взрослых травмоцентрах. Поэтому дети, получающие должны получать фактически лечение в травмоцентрах детских, они имеют лучшую выжимаемость, функциональный выход, чем во взрослых травмоцентрах. Я должен к этому сказать, что, к сожалению, И в нашей стране эта проблема имеет очень большое значение, так как, как правило, дети, особенно при дорожно-транспортных происшествиях, поступают в взрослые центральные районные больницы, где результаты лечения, как и во всем мире, хуже, чем при поступлении их в специализированные детские травматологические центры. Какие-то особенности черепно-мозговой травмы у взрослых, у детей? Ну, прежде всего, что это первичные повреждения, которые наблюдаются в результате механического воздействия, с ними мы уже ничего не сделать не можем. И мы имеем дело с вторичными повреждениями, которые проявляются в виде гипоксомии, артериальной гипотензии, гипо- и гипергликемии, гипер- и гиперкопнии, тролитных нарушениях, аглопатии, судорогах, гипертермии, ишемических атак, нарушения мозгового кровообращения, нарушения ликвопродукции, проницаемости гемоэнцефалического барьера, отека головного мозга, повышение внутрительного давления и дислокационным синдромом. Все это сопровождается целым каскадом клеточных реакций, которые, как правило, приводят к отеку мозга и травматическому акциональному повреждениям с развитием некроза, апоптоза и воспаления. Итак, мы имеем пациентов с факторами вторичного повреждения. Еще раз подчеркиваем, что это гипоксия, поэтому требуется оксидинация искусственной вентиляции лёгких, дотребная гипертензия, гиповолемия, гипергикергликемия, гипогипикарбия, нарушение обмена натрия, гипертермия и судороги. Патогенез – тяжелый черепно-мозговой травмой. Сегодня, на старший день, разработан, он приведен на этой схеме и при неблагоприятном течении наблюдается смерть мозга и смерть пациента. Хотелось бы напомнить основные положения так называемой доктрины Монро-Кили. Как известно, черепная коробка является закрытым пространством у детей после года, и в ней содержатся три компонента. Это паренхема мозга, это цереброспидальная жидкость и кровь венозная и артериальная. Все эти три компонента не сжимаемы, поэтому при изменениях одного из компонентов при черепно-мозговой травме повышается внутрочерепное давление. Это можно проиллюстрировать на данной схеме. Если в норме имеются вот эти три составляющих, то при компенсации еще наблюдается увеличение абсорда термоспидальной жидкости, выдавливание термоспидальной жидкости в спинальный мозг, выдавливание крови в грудную полость, то при декомпенсации наступает увеличение массы отекшего мозга, что приводит к тяжелым нарушениям, с которыми мы, собственно, и должны бороться в качестве борьбы со вторичными привореждениями. Итак, основные задачи терапии тяжелой черепно-мозговой травмы это предупреждение вторичных повреждений, поддержание адекватного центрального перфузионного давления, мы об этом сейчас поговорим еще, и предупреждение внутричередной гипертензии, исключение факторов, способствующих росту внутричерепной гипертензии в виде обструкции венозного тока, поэтому должно быть соответствующее положение головы, но следует избегать возбуждения пациента, это дыхательные нарушения, обструкции дыхательных путей, гипоксия, гиперкапния, гипертермия, выраженная артериальная гипотензия, гипогипернатриемия, анемия, судорожные припадки. Поэтому по показаниям следует проводить ранние нейрохирургические вмешательства. Основным фактором, который влияет на развитие вторичных повреждений, является так называемый фактор центрального перфузионного давления, который рассчитывается как разница между средним артериальным давлением и внутричерепным давлением. Это градиент давления, определяющий мозговой кровоток. Считается, что центральное перфузионное давление менее 40 мм сутного столба увеличивает смертность от черепной мозговой травмы, независимо от возраста. У детей пороговые значения центрального перфузионного давления видно, что они зависят от возраста и они существенно ниже у детей от 2 до 6 лет. И соответствующие показатели черепного давления здесь приведены. И выше у подростков, которые фактически приближаются к данным взрослых пациентов. Каковы соотношения центрального перфузионного давления и исхода лечения детей с черепно-мозговой травмой? Известно, что центральное перфузионное давление более 40 мм сутного столба имеется более высокой выживаемости. По другим данным, в 2001 году неповлиятный исход наблюдался у 2-3 пациентов при центральном перфузионном давлении менее 50 мм сутного столба. В 2012 году была очередно опубликована вторая редакция руководства полетения тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. Это американские и канадские данные, где говорилось о том, что минимальное центральное перфузионное давление от 40 мм сутного столба должно поддерживаться у детей с тяжелой черепно-мозговой травмой. Порог центрального перфузионного давления составляет от 40 до 50 мм сутного столба в зависимости от возраста. И нижний порог центрального перфузионного давления снижен у младенцев и увеличивается у подростков. Мы будем сегодня в этой лекции постоянно ссылаться на вот это руководство по лечению тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. Сейчас, в настоящий момент, намер предложен протокол лечения черепно-мозговой травмы, который в ближайшее время, мы надеемся, будет принят и опубликован российский протокол для лечения тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. Что говорит, еще разочек, руководство, что минимальные 40 мм, а это мы уже говорили, значит, что говорят различные исследования. Вот исследование, которое было опубликовано в 2014 году, что дети с тяжелой черепно-мозговой травмой шкала Кома-Глазга 3.8 в трех травмоцентрах в США на ИВЛ не менее двух суток. При оценке по шкале исходов Глазга, в отличие от шкала Кома-Глазга, это шкала из Кома-Глазга оценивается обычно в течение шести месяцев после травмы, благоприятный исход был связан при центральном перфузионном давлении более 40 мм. В другом исследовании тоже в 2014 году отмечено, что у детей целенаправленная терапия по поддержанию центрального перфузионного давления улучшает исходы терапии при тяжелой черепно-мозговой травме. В 2003 году были опубликованы данные по показаниям для мониторинга внутричерепного давления, с помощью которого только можно рассчитывать центральное перфузионное давление. Такими показаниями являются 3,8 баллов по шкале Кома-Глазма, изменения на КТ головного мозга в виде очагов ушибок, гематомы, отека мозга, компрессии базальной системы и цель поддержания внутричерепного давления ниже 20 мм ртутного столба. В руководстве 2012 года для детей говорится о том, что использованный мониторинг внутричерепного давления может рассматриваться у грудничков и детей с тяжелой черепно-мозговой травмой, обращая ваше внимание на то, что это не является обязательным требованием, потому что даже за рубежом, к сожалению, не во всех центрах проводится мониторинг внутричерепного давления. Там же отмечают, что терапия внутричерепной гипертензии следует использовать при внутричерепном давлении 20 мм ртутного столба. Это является порогом для начала соответствующих действий. Вот в нашей клинике используются два вида мониторингов внутричерепного давления. В целом, мониторинг в нашей клинике осуществляется с помощью оценки системной гемодинамики, с помощью различных методов, обязательно оценка неврологического скатуса по скале Комглазга, в динамике проведение необходимости компьютерной и магнитной резонансы, домографии и изменению внутричерепного давления, расчета центрального позиверно-давления, в важнейших газах крови, насыщение центральной венозной крови кислорода, проведение трансфраниальной доплеографии, проведение динамического исследования электроэнцефалограммы и сомосенсорных вызов потенциалов. Мне бы хотелось обратить внимание на то, что мы сегодня оперируем только данными оценки по скале Комглазга. Хоть эта шкала является субъективной, тем не менее мы можем избежать субъективных оценок в виде оглушения, Кома, поверхностной, глубокой. Сегодня мы уже говорим о том, что оценка в баллах сразу упрощает оценку состояния больного. Если нам говорят, звонят в клинику из другого центра и говорят, что у больного, предположим, имеется 6 баллов, понятно, что это тяжелая черепно-мозговая травма. Существует специальная шкала, которая здесь приведена для детей, в том числе и для детей грудного возраста. Эхоэнцефалоскопия, она используется как дополнительный метод или при отсутствии мониторинга внутричерепного давления. Точная диагностика не превышает 60%. Метод оператора зависим, то есть зависит от того, насколько опытен проводящий исследование специалист. И, наконец, метод дискретен. Он не позволяет постоянно оценивать возможности дислокации тканей мозга. А вы же общие принципы интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы у детей? Ну, это, прежде всего, создание приведения ребенка в положении фовлера, подъем головного конца кровати на 30%, срединное положение головы, если необходимо, фиксация шеи с помощью специального воротника, предупреждение гипертермии, что чрезвычайно важно, и проведение седации, соответствующей и аналгезии. В частности, вот в работе 2012 года, где у группы детей с тяжелой черепно-мозговой травмой, авторы постепенно, градуированно поднимали головной конец кровати и выяснили, что у детей с тяжелой черепно-мозговой травмой соотношение между подъемом головы и внутри черепным давлением обратно пропорционально и линейно. То есть, чем выше поднимается головной конец кровати, а оптимальным является подъем его на 30%, тем ниже у них будут цифры внутри черепного давления. Важнейшим фактором, как и при других тяжелых состояниях, является поддержание адекватной гемодинамики. В частности, еще в работе 1985 года наблюдали 200 детей с тяжелой черепно-мозговой травмой, и в группе с отсутствием гипоксии или артериальной гипотензии смертность составлялась 7,7%, в то время как с этими факторами смерть составлял уже 55%. И в другой работе предикторами это шкала исходов Кома-Глазга низкое систолическое давление или с 37% от 75-75% ну и возраст практически не влияет на эти данные. Вот видно, сколько отличаются данные по летальности или по плохому выходу в зависимости от артериальной гипертензии. Хотим сразу отметить, что при черепно-мозговой травме недопустимо использование гипотонических растворов. Как известно, таким в частности является 5% раствор глюкозы, и ее инфузия должна быть исключена у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой. Кого же традиционная интенсивная терапия тяжелой черепно-мозговой травмы? Это проведение осмотерапии, искусственной вентиляции легких, при необходимости гипервентиляции, введение барбитуратов и декомпрессия. Остановимся на этих пунктах. Гиперосмолярная терапия. Известно, что в основном на сегодняшний день используются два средства. Это широко известный монетол, который широко используется в нашей стране, и получающий все большее распространение введения гипертонических растворов, в частности, 3% в растворах хлористого натрия. Здесь показано время, в среднее время их действия. Механизм действия монетола снежна со снижением вязкости, уменьшением диаметра сосудов, снижением дочерепного объема крови и снижением дочерепного давления меди действует в течение в течение 75 минут. Азмодическое перемещение жидкости наступает через 15-30 минут после начала введения и продолжается до 6 часов. Хочу напомнить, что монетол следует вводить только болезненно, то есть быстро, а не в течение длительной инфузии, и доза его составляет от 0,25 до 1 грамм на килограмм веса. Причем, что существенно, применение его профилактически не показано. То есть, если мы не имеем данных объективных о повышении нудочерепного давления, профилактически вводить монетол не следует. Действие гипертонических растворов с тем, что они могут восстанавливать серверальную перфузию, уменьшать отек мозга, модулировать воспалительный ответ при нейрональном повреждении. Это делает их выгодных для таких пациентов. Об этом свидетельствует целый ряд данных. У взрослых больных здесь отмечены эти исследования. Основной механизм их действия – это мобилизация интерстеральной жидкости в сосудистой пространстве в связи с высокими астматическими давлениями. Так как они используются в малых объемах, 4 мл на килограмм веса в среднем, это так называемое малообъемное восстановление. Данные взрослых исследований уже свидетельствуют о том, и название этой статьи таковое, что гипертонические растворы анимонитол на сегодняшний день должны рассматриваться в качестве золотого стандарта терапии для лечения внутричерепной гипертензии. Многочисленный мета-обзор, мета-аналиды, в частности, я вам здесь один из них привожу, свидетельствует о более благоприятном действии гипертонических растворов по сравнению с манитолом. Данные 2003 года говорят о том, что манитол остается пока до 2003 года кроугольным канем с болюсом 0,25 мг на килограмм веса. Он и может использоваться, если осмолярность сыворотки менее 320 мл. В то же время гипертонический раствор это терапевтическая опция, и тогда это так рассматривалось, и он уже может использоваться, если осмолярность повышена даже до 360 мл. Что говорит гайдлайн 2012 года? Гайдлайн говорит, что гипертонический раствор 3% хлористого натрия следует рассматривать при лечении тяжелой черепно-мозговой травмы у детей с увеличением нынешечерепного давления при острой терапии. Дозы здесь в соответствующей показаны. При этом он может использоваться и для продолжительной инфузии в соответствующих дозировках. На сегодняшний день, как отмечает руководство, отсутствует стройное доказательство преимущества манитола или гипертонического раствора. Но это связано с тем, что отсутствует пока доказательное исследование широкие. Искусство вентиляции легких. Искусство вентиляции легких показаниями к ним является налитие в менее 8, то есть 8-9 баллов и менее по скале кому-глазга. Эти пациенты необходимо обязательно проводить искусственную вентиляцию легких. Кроме этого, нарушение создания, необходимость седации, длительной анестезии или мышечной релаксации. Одним из методов, с помощью которых мы можем лечить внутри черепной гипертензии, является создание гипервентиляции. При этом снижается внутричерепное давление в соответствии с созданием гипохопнии, вазоконстрикции, снижание церебрального кровотока, но гипервентиляция повышает риск ядрогенной ишемии. Подчеркивается, что гипервентиляция должна использоваться в пределах 30-35 мм. в штук толстолба, то есть быть умеренной. И использовано в случае рефракторной надчерепной гипертензии. А снижение напряжения углекислоты менее 30 мм может вводить только при стойкой упорной гипертензии. Вот очень интересный исследник, который был проведен еще в 1997 году. 24 ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой измеряли мозговой кровоток с помощью ксенона. Понятно, что это научное исследование. И делали это при уровне углекислоты более 35, первая группа, дальше 25-35 и менее 25. И исследовали порог ишемии. И сделали заключение, что область ишемии соответственно составляла 28,9% при нормальной уровне углекислоты, почти 60% и ниже 25-73,1% составлял уровень ишемии. То есть, чем ниже у нас наблюдался уровень углекислоты, тем больше была зона ишемии. Вот во взрослом исследовании это нормальный уровень СО2. Это 35 мм. Видно уже, что появляется зона ишемии. И вот при 25 мм видно, что зона ишемии практически занимает половину мозгового вещества. Поэтому в руководстве 2020 года для детей подчеркивается, что следует избегать агрессивной гипервентиляции СО2 менее 30 мм первые 48 часов после травмы. Использование гипервентиляции связано с редукцией церковного кровотока, а праздовозная или существенная гипервентиляция связана с плохим исходом. Поэтому мы хотим подчеркнуть, что при введении ИВЛ ее следует проводить в режиме нормы вентиляции. Ни в коем случае не следует сразу начинать с режима так называемой умеренной гипервентиляции. Она проводит только по строгим показаниям. Использование барбитуратов. Высокие дозы барбитуратов могут использоваться у геомидомистских стабильных детей с рефракторной надочерепной гипертензией, сохраняющейся несмотря на терапевтическое и хирургическое лечение. Когда используют высокие дозы барбитуратов, необходим постоянный мониторинг артериального давления и сердечно-сосудистой системы для поддержания адекватного центрального перфузионного давления. Профилактические их назначения не рекомендуется. Мы используем чаще всего теопентал натрия, иногда используется фенобарбитал, но в нашей клинике практически его для создания так называемой барбитуровой комы не используем. Нагрузочная доза составляет 10-20 мг на килограмм и дальше поддерживающая 3-5 мг на килограмм веса в час. Хочу отметить, что, как правило, барбитуровой комы, которая широко на сегодня известна, в литературе обычно используется в течение двух-трех суток, не менее. Очень важный пункт, что никакой нейропроективный препарат не показал выгодный эффект при тяжелой черепно-мозговой травме. К сожалению, в нашей стране достаточно популярным является использование, я не буду упоминать эти препараты, различных так называемых нейрометаболитов. Они сегодня широко используются, но нет на сегодняшний день ни одного доказательного исследования, что так называемые нейропротекторы несут какую-либо пользу, кроме вреда. Гипотермия. Ну, прежде всего, хотелось отметить, что даже умеренная хородка может быть вредна после черепно-мозговой травмы, поэтому не следует допускать повышение температуры у ребенка выше хотя бы 37,5 градусов. Вот очень интересные данные протоколы 2012 года. Первый пункт, и я не буду их зачитывать, вначале рекомендуется создание искусственной гипотермии. Ну, вот последний абзац, прошу обратить вас на него внимание. После уже завершения этого руководства комитету стало известно, что исследование так называемое кулки, то есть хородный ребенок при гипотермии у детей были остановлены ввиду их неэффективности и в связи с этим решение должно оставаться за лечащим врачом. То есть на сегодняшний день руководство не рекомендует проведение гипотермии, потому что данные полученные вот в этом исследовании кулки показали, что дети, которым проводилась гипотермия в сравнении с группой детей, которым она не проводилась, имели худшие результаты исхода лечения черепно-мозговой травмы. В нашей стране, к сожалению, еще очень популярным является применение глюкортикоидов при лечении черепно-мозговой травмы. Знаменитое исследование 2005 года, так называемое краш-исследование, где было запланировано исследование 10 тысяч пациентов, хотя планировалось 20 тысяч, оно было остановлено поэтическим соображениям при подсчете промежутных результатов. Оказалось, что двухнедельная смертость была существенно выше у пациентов, которые получали глюкортикостероиды в сравнении с группой плацебо. Как через две недели, так и через шесть месяцев. Эти данные абсолютно достоверны, очень видно, что очень высокая степень достоверности. Поэтому руководство как 2003 года, так и 2013 года говорят о том, что использование стероидов не рекомендовано для улучшения результатов выхода или снижения черепного давления у тяжелой черепно-мозговой травмы. Глюкортикостероиды при тяжелой черепно-мозговой травме не показаны, подчеркиваем это. Известно, что тяжелая черепно-мозговая травма сопровождается высоким гиперметаболизмом, поэтому нужна рациональная нутритивная поддержка. Я привожу эти данные о том, как мы осуществляем нутритивную поддержку детей с тяжелой черепно-мозговой травмой с помощью энтерального и параэнтерального питания. При этом надо отметить, что следует обеспечить от 30 до 60 процентов метаболистских расходов, хотя мы не стремимся с первых суток достичь этих результатов, а где-то стараемся проводить терапию не с полной нагрузкой в виде калорий. Контроль гликемии. На сегодняшний день в руководстве 2012 года, что у детей данные об использовании так называемой интенсивной инсулиновой терапии должны лишаться лечащим врачом. Мы крайне редко используем инсулин при у детей с тяжелой черепно-мозговой травмой и стараемся держать этих пациентов на уровне нормогликемии. Новость, которая была в 2012 году о том, что у детей для снижения частоты ранних посттравматических судорог с тяжелой черепно-мозговой травмой может рассмотрено профилактическое введение фенитаина. Сложный достаточно пункт дренав цераписпинальной жидкости. К сожалению, очень редко нашим хирургам удается провести катетер в желудочке, хотя он может рассматриваться при лечении детей с тяжелой внутричерепной травмой. И, наконец, мы переходим к заключительному пункту, это хирургическое лечение тяжелой черепно-мозговой травмой. Прежде всего, декомпрессивная краниутомия. Ну, сначала рассмотрим детей субдуральной гематомой. Вот, работа еще 83-го года. Показалось, что если имеется субдуральная гематома, то если операции сделаны в течение первых четырех часов, смерть сравняется 30%, в то время как более четырех часов смерти достигает 90%, то есть эта манипуляция становится практически бессмысленной. Это значит, что как можно раньше следует проводить у пациентов с черепно-мозговой травмой, даже не очень тяжелой, компьютерной томографии для того, чтобы исключить наличие у них эпи- или даже субдуральных гематом. И как можно скорее проводить трепанацию черепа с ее порождениями. Теперь переходим к показаниям декомпрессивной краниотомии. Каковы к ней показания? Показания это реферактенная выраженная черепная гипертензия, признаки компьютерной томографии с тяжелой черепно-мозговой травмой, сексуальной дислокацией и развитием вклинения, в течение 48 часов от момента травмы, не следует слишком тянуть с этим, отсутствие длительных эпизодов подъема черепного давления более 40 миллиметров штутного столба и оценка по шкале комглазга более 3 баллов и в более поздние сроки от периода травмы. И наконец вторичное клиническое ухудшение. Какие противопоказания? Но это прежде всего тяжелые повреждения ствола мозга, когда проводить ее бесперспективно. Если у пациента у ребенка имеется 3 балла по шкале комглазга без какой-либо динамики на фоне лечения, то есть то, что мы называем атонической тяжелой комы, отсутствие вызванных сомотосенсорных потенциалов, наконец, тяжелое нарушение мозгового кровотока. Вот в руководстве 2008 года известные специалисты Каханек и доктор Таскер говорили, что декомпрессивная краниотомия для детей с тяжелой черепно-мозговой травмой может быть показана при наличии одного или всех критериев. Это диффузная тень на компьютерной томографии, то есть тяжелый отек головного мозга, в течение 48 часов после травмы, отсутствие эпизодов устойчивого повышения черепного давления более 40 миллиметров и шкала Комонглазга должна быть более трех. Что говорит по этому уровню руководства 2012 года? Я подчеркиваю, что речь идет о широкой декомпрессивной краниотомии. Не следует при нам не раз переводили детей из других клиник, где краниотомия была выполнена не широкая, которая приводила только еще вклинение участков мозга в это отверстие. Поэтому широкая декомпрессивная краниотомия может быть эффективной в устранении ранних признаков неврологического ухудшения и грыжи, влечении внутричерепной гипертензии, рефлексаторной лекарственной терапии. Эти эффекты коррелируют с улучшением выхода у детей с телепно-мозговой травмой. Поэтому мы подчеркиваем, что краниотомия и декомпрессивная краниотомия не должна быть средством отчаянной, не следует выполнять его, когда больной уже совершенно безнадежен. Вот здесь приводим мы собственные данные по детям, поступившим с отчетным травмам и тяжелой черепно-мозговой травмой в период указанных годов, когда это было. Видно, сколько здесь было детей в различные годы. механогенез абсолютное большинство поступивших к нам детей. Это были дорожные транспорты, различные происшествия. Видно, что это почти 80%. Вот структура 2009-2011 годы. Сочетанные травмы и тяжелая черепно-мозговая травма. Речь идет о травме 8 и ниже баллов по шкале Комглазка. Посмотрите, если в 2009 году выполнялась декомпрессивная кранеутомия у 13,5%, а в 2010 и 2015 то к 2011 году это уже 34,1%. При этом ни один пациент не погиб, который поступил к нам с шкалой Комглазка 6 и более процентов. А все погибшие пациенты имели при поступлении 3-4 балла по шкале Комглазка один пациент поступил и погиб очень быстро до так называемой досуточной летальности. Лечение в нашей клинике проводится в соответствии с уже тем гайдлайном, которые мы здесь отмечали. Вот это мониторинг, который проводится в нашей клинике. Вот возможности мониторинга, которые мы на сегодняшний день имеем. я практически сейчас не помню, чтобы за последние 3-4 года у нас пациент с тяжелой черепно-мозговой травмой находился без измерения постоянного мониторинга ночечерепного давления. Вот исследование, которое было проведено нами в соответствии для проведения этим детям инфузионной терапии. Вот здесь было опубликовано 24 пациента с тяжелой черепно-мозговой травмой в возрасте от 3 до 14 лет. Целевые точки, которых мы должны были достигнуть, эти пациенты все переведены из других стационаров. Первые точки 60 минут после поступления сходные данные через 12-24 часа. И посмотрим, что этим пациентам применялось и каким образом мы достигли у них показателей, нормальных показателей сердечного выброса, периферического сосудистого сопротивления и нормоволемии. Дети поступили с нормальными хорошими уровнями минутного объема кровообращения, с немного сниженным периферическим сосудистым сопротивлением и с гиповолемией. В течение 24 часов мы достигли, даже через 12 часов уже были достигнуты фактически желаемые показатели. И вот, посмотрите, что было. дети поступили, из 16 детей 15 получало допамин и один ребенок адреналин. У всех пациентов, кроме одного, перфузия этих препаратов была прекращена и через 24 часа ни один ребенок не получал эти препараты. А что же мы изменили в инфузионной терапии? Мы увеличили дозы инфузии. Если раньше при поступлении они получали 5 мл на килограмм веса в час было увеличено практически вдвое, так что через сутки практически мы вернулись к тем же самым показателям, ликвидировав у этих пациентов гиповолемии. Итак, детское руководство утверждает, что при скале ком-глаза менее 8, если имеется, мы должны провести мониторинг водочеребного давления для поддержания центрального перфузиодного давления в соответствии с возрастом. При этом необходимо также провести компьютерную томографию. Если оно существует, то можно пациента потихонечку проводить более умеренной терапии. Проводится седация, аналгезия, подъем на 30% и так далее. Весь этот гайдлайн широко расписан в том руководстве, которое будет в ближайшее время опубликовано. Заключение. При идентификации тяжелой четырепно-мозговой травмы необходимо рассмотреть вопрос о транспортировке пациента в детский травм центр первого уровня. Мне кажется, это чрезвычайно важное положение для нашей страны, впрочем, оно и для зарубежных клиник, как я показывал, уже чрезвычайно важно. Не следует откладывать перевод пациента в специализированное учреждение для проведения ему высокоспециализированной медицинской помощи как интенсивной терапии, так и хирургического лечения. При этом следует избегать у пациентов гипотензии и гипоксимии. При проведении искусственной вентиляции легких, напомню, что показанием к ней является наличие у пациента при оценке по шкале коммунглазга 8 делов баллов следует избегать профилактической гипервентиляции. При тяжелой черепно-мозговой травме следует регулярно проводить компьютерную томографию. Должно отметить, что несмотря на мониторинг черепного давления, нам иногда приходится повторять это небезразличное в общем исследование у пациентов для того, чтобы оценить состояние тканей мозга. Мониторинг ночерепного давления показан при тяжелой черепно-мозговой травме для контроля центрального перфизионного давления. В качестве применения гиперосмолевных растворов следует шире приходить на применение гипертонических растворов хористого натрия. Хотим еще раз подчеркнуть, что глюкокортикстероиды при тяжелой черепно-мозговой травме не показаны. И наконец, декомпрессивной к ранеутомии не должна быть средством отчаяния, а должна выполняться вовремя. Спасибо.